Как только Раису Мухаммедовичу Ахмеджину исполнилось 18 лет, в 1943 году его направили в Марийскую Республику на курсы военной подготовки. Вскоре он в составе соединений Третьего Украинского фронта принимает участие в освобождении Львова. Львовский область, город Сокаль, Черезбух, там Краков, Медика, Новый Солнце, Старый Солнце, называется города, промышленные города. И мы вышли на дорогу Берлин-Варшава. Здесь при операции по уничтожению противника у водяной мельницы он был контужен и отправлен во Львов. Во Львове встретился с ними, он мне учиться заставил в Одессской школе товароведов под Касатичную церковь Юга. Я окончил, приехал к нему, он меня устроил в Подборожский район и там работал. Но всегда тянула Раиса Ахмеджина в родные края. Домой в 1950 году служил, немножко подзаработать хотел, как это называется, сверхсрочник. По возвращении домой направили молодого энергичного фронтовика в Казань на трехгодичные курсы председателей колхозов. И всю свою жизнь отдал Раис Мухаммедович работе на селе. С 1995 года после смерти супруги он в Чистопре имеет двух дочерей, одного внука и двух правнуков. Сегодня ветеран войны и труда живет вместе с Нафисой Апой, которая помогает ему быть счастливым и в третьем возрасте. Раис Мухаммедович и сегодня в отличной физической форме, ведь в начале 2016 года ему исполнится 90 лет. Говоря о секрете нашей победы в войне, он особо отметил фронтовую дружбу между людьми разной национальности. А в хадис, ай, сынок, мой сын. Украинцы были, чуваши, мордовые были, русские, всякие насы были. И разногласий не было? У нас все вместе, потому что дружно жили. Обретился Раис Мухаммедович и к современной молодежи. Я им только желаю счастливой жизни. Раис Мухаммедович и Криш lois им. Болин, Аллахатар.